Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, почему у герании и пеларгонии белеют листья. Обратите внимание на мою пеларгонию. Это очень интересный сорт плющелистной пеларгонии. Это сорт Дюке оф Эдинбург. На самом деле у него листики должны быть пестролистные, то есть у него кайма желтоватого такая оттенка, а внутри листика должна быть пластинка зеленая. То есть сами листики зеленые, а кайма белая или желтая. Давайте рассмотрим основные причины, почему белеют листья у пеларгонии или герании. Первая причина это недостаток света. Вы наверное обращали внимание, что когда света зимой не хватает, многие пеларгонии светлеют. Ну листва у них становятся намного светлее. Ну а если совсем света мало, то листики прям белеют. Это хлорофилы им не хватает, зеленого пигмента, и поэтому они становятся белыми. Второй причиной является недостаток питательных веществ. Например, вы зимой свои растения совсем не подкармливаете, солнца нет, вот она собственно и белеет. Третьей причиной является избыток удобрений. Также если вы вносите слишком много удобрений, то, например, много азота, то листва может не успевать набирать зеленый пигмент. И растения становятся белыми, ну листики становятся белыми. Поэтому подкормки носите не чаще, чем один раз в неделю. Обязательно между подкормками должно быть пролив обычной чистой водой. Четвертая причина у нас это сухой климат. Например, у вас низкая влажность в квартире. Ну, если у вас есть ядрометры дома, то вы можете обратить внимание, какая у вас влажность в квартире. Для полноценного развития растений влажность должна быть дома около 50%. Если у вас около 20-30%, то это считается сухой водой в квартире, поэтому увлажняйте. Иногда увлажнить помогает даже вот возле цветов, когда они стоят на полке, поставить просто стакан с водой. Или несколько таких стаканчиков между пеларгонией. Тогда влажность будет достаточно немного выше, чем обычно. Или многие советуют взять ткань, например, марлю, увлажнить марлю и расстелить на подоконник и поставить на ней цветы. Вода будет из ткани испаряться и влажность поднимется на полочке. Пятая причина, и она достаточно частая, это когда дома очень жарко. Например, зимой сейчас у многих батарея очень сильно работает и воздух не только сухой, но он еще очень теплый. Для пеларгонии температура 26-27. С этим, конечно, сложно бороться, но тем не менее можно. Давайте рассмотрим, чем можно помочь такому растению. На первом месте советуют всегда использовать Эпин. Мне очень этот препарат нравится. Он эффективный, универсальный, помогает понизить стресс у растения и адаптироваться к климату. Его надо достаточно немного, всего 1 мл на литр воды. Давайте я с вами покажу, как им пользоваться. Вот у меня контейнер, тут 300 мл у меня воды. Вы можете сделать намного меньше воды, сколько вам надо. Я беру шприц, у меня большая баночка 50 мл с Эпином, я им постоянно пользуюсь. И отмеряем, так как у меня 300 мл воды, я отмеряю 0,3 мл Эпина. Дозируем, лишнее убираем. Добавляем воду и все размешиваем аккуратненько. Также Эпин помогает не только снять стресс, но и повышает иммунитет растений, повышает его стрессоустойчивость. И достаточно легко адаптируется к любому климату после применения Эпина. Эпин можно использовать как полив, но мы, я советую вам, да и все советуют его опрыскивать. Что Эпин эффективен, когда им именно опрыскивают растения. А так как у нас листва все-таки побелело, то эффективно всего будет использовать именно его во время опрыскивания. Берем наше растение и опрыскиваем. Очень хорошо опрыскиваем. Вы можете взять пуляризатор. А у меня просто небольшой такой опрызгалка. Я брала для ухода за кожей, увлажнить. И потом их приспособила для огорода. Потому что я когда опрыскиваю растения, мне надо совсем немного. И мне литр совершенно не нужен, даже 500 мл. И мне проще использовать такой маленький дозатор. Также второе средство у нас, повышающее иммунитет растений и помогающее быстрее адаптироваться и прийти к себе. Это ХБ-101. Это такое японское средство. Очень популярное. Я бы сказала, ленивые им не пользуются. Если вы о нем не слышали. Ну конечно не особо дешево. Я сказала бы, что очень дорогое. Но оно, как бы вам сказать, его надо совсем чуть-чуть. Его надо 1-2 капельки на литр воды. Необычно, когда я его развожу. Поливаю всю свою коллекцию растений. И можно опрыскивать, и можно поливать. То есть не бойтесь разводить много. Потому что им можно не только опрыскивать. Я сначала опрыскиваю. А то, что остается, я всегда поливаю. Вот два эффективных препарата, которые я рекомендую вам попробовать. Если у вас существует такая проблема с листьями. Если они у вас белеют. Если они желтеют, даже тоже рекомендую использовать его. Как правильно применять? Лучше всего данные препараты чередовать. Например, сегодня вы взяли эпин. И побрызгали им. Хорошо так листву поднимите. Тоже побрызгайте ствол. Чтоб на стволик тоже попало. А потом, через недельку, разводим ХБ-101. И тоже опрыскиваем и поливаем. Потом еще неделька у нас проходит. И мы снова используем эпин. И еще неделька проходит. ХБ-101. Лучше, конечно, записывать. У меня специальный календарик для всяких поливов, опрыскиваний. Чтоб не забыть. Листва такая, конечно, выглядит достаточно интересно. Посмотрите, насколько она белая. Многие считают, что это недостаток железа. На самом деле, недостаток железа выглядит не так. Поэтому никогда не путайте. Это совершенно недостаток железа. Я потом как-нибудь вам покажу, как выглядит хлороз. У меня просто нет таких растений. Но никогда не путайте. То есть, это просто у нас какое-то неблагоприятное явление. Способствует появлению белой листвы. А хлороз это совершенно другое. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.